Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок 17 Эффекты айтема, дубля Хорошо, теперь рассмотрим эффекты айтема или дубля в Reaper В Reaper можно подключать эффекты прямо к медиа-айтему Как альтернатива подключению эффектов к трекам Это более гибкий подход Вместо того, чтобы делать автоматизацию на треке, применяя разные эффекты к разным фрагментам песни Можно просто подключать разные эффекты к разным медиа-айтемам Так что давайте я покажу вам, как подключать эффекты к айтемам Вот у нас партия струнных, давайте послушаем Допустим, к этой партии мне нужно подключить эквалайзер или фильтр В этом случае мы выделяем айтем Заходим в меню айтем Далее дубль И выбираем показать цепочку эффектов для активного дубля Нажимаем И появляется вот такое окно, в котором мы можем выбрать плагин или эффект для подключения к айтему Это то же самое окно, которое открывается при подключении эффектов к трекам Подключить эффект к айтему можно также, сделав правый клик и выбрав нужную команду здесь Мне же лично больше нравится пользоваться комбинацией горячих клавиш Shift-E Выделяем айтем, нажимаем Shift-E И вот это окно Можем перейти в наши избранные Выбрать эквалайзер И теперь этот эквалайзер подключен к данному айтему О чем сигнализирует вот эта строка В этой строке указано название плагина Точно так же, как мы это делали в уроке по эффектам трека Тут мы тоже можем дать свое собственное название Щелкаем сюда Затем правый клик И переименовать подключение эффекта Мы будем использовать его в качестве фильтра верхних частот Поэтому дадим соответствующее название Видите, вот тут появилось наше название Так сразу понятно, что делает тот или иной эффект на айтеме Давайте настроим этот эффект Откроем его Засолируем трек И отрегулируем До И после Я подключил эффект к айтему, а не к треку Потому что я хочу, чтобы этот эффект работал только в конкретном месте песни В шестом такте я хочу, чтобы фильтр отключился Для этого мы ставим курсор в это место Нажимаем клавишу S, чтобы разрезать айтем И видите, эффект здесь тоже есть Но его можно удалить Для этого нажмите Alt на PC или Option на Mac и щелкните сюда Эффект с айтема удалится Но здесь он остался И у нас получился переход от куска с фильтром к фрагменту без фильтра Вот в этом месте Послушаем Вообще немного рисковато Но это можно настроить Но перед этим я хочу показать вам небольшую хитрость Удалим это И представим, что этот фильтр у нас был подключен к треку Подключим его Только на этот раз к треку И теперь мы, например, поняли, что нам этот эффект нужен не на треке, а на айтеме Тогда мы открываем его здесь И уже из этого окна мы можем просто перетащить эффект и бросить его на айтем Захватываем вот тут и бросаем сюда И вот он подключен к айтему Но и к треку тоже Можно его отсюда удалить И вот эффект отсюда удален Он вот тут Теперь сделаем переход более плавным Вот здесь-то и кроется одно из преимуществ эффектов айтемов И заключается оно в том, что мы можем создавать кроссфейды Вот тут должна быть включена кнопка кроссфейдов И теперь можно просто подрезать края айтемов И при этом будет создаваться фейд от включенного эффекта к выключенному Если тут было бы два разных эффекта, то был бы фейд от одного к другому Но в нашем примере эффект просто постепенно отключается Давайте изменим кривую, выбрав вот эту Переход более резкий Эффект отключается на этой стороне Вот такой хороший способ перехода от одного звучания к другому От этого фрагмента к этому Мы можем перетащить эффект и на другие айтемы Давайте разрежем айтемы на треке бочки и хай-хета И давайте перетащим на эти айтемы тот же самый эффект Откроем его И просто сбрасываем его на хай-хет И бочку Сделаем такой же кроссфейд Выберем другую кривую И теперь все айтемы начинают играть с фильтром И затем этот эффект постепенно затухает Вы теперь сами видите, насколько это гибкий и настраиваемый подход Вместо автоматизации трека Мы можем бросать эффекты прямо на айтемы Затем делать кроссфейды Между различными эффектами на разных айтемах И эффекты привязаны к дублям То есть вы можете продублировать этот тейк И к каждому из дублей подключить разные эффекты Вот сюда, например Мы подключим фильтр низких частот А здесь оставим фильтр высоких Второй дубль Вот так вот очень удобно пробовать разные эффекты И потом выбрать именно то, что вам подходит Либо фильтр высоких Либо низких частот В общем, вот что такое эффекты айтемов или дублей в Риппере Поехали дальше Ну во всё Продолжение следует... Продолжение следует...